Привет всем, дорогие друзья, с вами канал Боляр ТВ. И знаете, в последнее время мне приходила много раз идея просто записать какой-нибудь интересный разговор на ролик, даже не связанный с какими-то там серьезными проблемами мировыми, еще чем-то, даже не подумайте о никакой политике, да. Просто вот посидеть и по душам рассуждать. Да, у меня это сейчас будет, наверное, с самим собой, но я понимаю, что обращаюсь к вам, общаюсь с друзьями, да, кто меня смотрит, и у вас тоже есть, возможно, шанс послушать что-то такое, о чем вы, наверное, даже никогда не задумывались. Вот, и задумывались, я бы хотел поговорить на тему Ютуба. Вот. Как вообще обсудить тему, для чего люди создают каналы на Ютубе, даже не для чего, а что к этому приводит. И хотел бы я это на своем личном примере обсудить, и, в общем, наверное, даже составить такую логическую цепочку. Почему это происходит не только со мной, но и с остальными людьми, которые заводят вообще свой канал на Ютубе. Мой путь создания канала начался, кстати, что самое интересное, 30 декабря 2014 года, вот этого канала, Блиар ТВ, и сразу вам скажу, что создан он был не просто так. И даже, наверное, первоначальная цель, это не игра, там, в генерал или еще что-то, а это просто... Я лично так понял, что это безделье. Ну, сами, да, подумайте логически. Канал создан 30 декабря. Это период, я тогда еще заканчивал последний курс учебы, это период, когда не нужно ни на какую учебу, ни куда праздники. То есть, мне, соответственно, делать не еще на дворе зима, и я решил создать тот канал. То есть, я об этом сам долго думал, потому что в хронологии я это нечетко все помню, для чего я это сделал, как сделал, ну, так, если по логике подумать, то виной всему безделье. Просто нечем заняться. И я уверен, что большинство людей также ставят канал просто от безделья. Это либо просто подростки, да, юноши, которые также учатся, студенты, и вот им нечего, ну, как у меня получилось, допустим. Или же это взрослые люди, которые уже основались в жизни, у них есть семья, есть своя квартира, особо заняться нечем, они там работают, постоянно на работу ходят, там, сутки-трое, там, пять через два или еще кто как, да. И у них вот этот цикл, он как в день сурка превращается, и хочется уже как-то разнообразить свою жизнь. И поэтому люди от безделья создают каналы. Да, я сразу не говорю, что это у всех так. Опять сейчас эту тему немножко мы обсудим. Но лично мое мнение, человек, который создает канал, потому что его нечего делать, это даже, наверное, правильный шаг. Потому что люди, которые создают свои каналы на ютубе, ну, возможно, там, начинают транслировать в твиче, да, это люди, которых особо не интересуют деньги. Это люди, которых заинтересовывает сама деятельность, да, она их как-то отвлекает и уже помогает разнообразить чем-то свою жизнь. Но лично это было у меня. Потому что, если вы приходите на ютуб, вас изначально интересуют деньги. Опять же, у меня есть много примеров. Я на ютубе уже сколько? В 14-м году я создал канал, но у меня было все немножко так не совсем ровно, потому что я его создал, выпустил пару роликов, потом забил. И то даже не ролики, а стримы, это просто были, меня никто не смотрел. Но даже не в этом была суть. Я просто хотел попробовать, да, мне было интересно. Я вообще не понимал, что такое ютуб, ну, просто транслировал и все как-то. Потом забил фиг, в общем, как началась учеба, да. То есть, опять же, проблема многих юношей, да, это учеба. Ну, об этой теме мы поговорим потом, в следующем ролике. Там у меня тоже есть, что высказать по этому поводу. И, в общем, продолжил свою деятельность на канале, я когда уже устроил на работу. И так, как раз-таки, опять же, мой цикл превращался в день сурка. Это работа-дом, работа-дом. Еще зал, в зал ходил заниматься. Все, и мне этого не хватало. И так как я с самого раннего детства занимаюсь спортом, я всегда был в каком-то движении, я дома вообще не засиживался. И вот когда я уже подрос, грубо говоря, стал взрослым, стал больше проводить время дома. И вот это меня начинало немножко нагнетать и убивать. Ну, хотелось чем-то заняться, да. Понятное дело, вы можете сказать, типа, блин, дойди, уберись, по сути, по-моему. Но это немножко не то. И как раз-таки, когда я начал работать, я уже серьезно принялся за канал. Но это не было, там, опять же, с целью заработать или еще что-то. Я вообще об этом даже не думал. Я просто не думал ни о заботе, ни о чем. Я даже не думал ни о каких подписчиках, просмотрах. Ну, просто меня это заинтересовало. Я сидел, болтал, стримил. Причем у меня стримы оставались на канале. Я уезжал на работу и сам их там пересматривал. Так как я был не особо продвинутый пользователь YouTube, да. Я так и делал. Я не знал, что там какие-то ролики еще есть на YouTube по генералам туда-сюда. Просто приезжал, пересматривал сам себя. Опять же, коснусь темой людей, которые приходят на YouTube чисто из-за заработка. То есть, у многих как складывается впечатление. Блин, вот у того чувака 100 тысяч подписчиков, да. Блин, как ему донаты летят, он так зарабатывает. Блин, я тоже так хочу. Но, ребят, так это не строится. В основном люди, которые приходят для заработка на YouTube. Это не подготовлено. Если люди, у них нет своей команды, они не готовят серьезный проект. Они приходят с мыслью, типа, ну вот я сейчас приду, начну стримить какую-то игру и я стану богатым. Такого никогда не будет и, скорее всего, через месяц вы уже закончите. Потому что, если не имея к этому никакого интереса, а думая только о деньгах, вообще нифига не выйдет. Свои первые тысячи подписчиков я, наверное, года полтора-два собирал. И реально о заработке никаких мыслей. Но вот вы сами прикиньте, да. Вы загорелись желанием заработать денег на YouTube. И вы понимаете, что это нифига ни за неделю, ни за месяц делается. На это года уходит. И у некоторых просто... А у многих не хватает терпения. И они просто, да ну нафиг этот YouTube, блин, это не мое. Вот так считают. Конечно, если нету интереса, это не твое. Если у тебя интерес, только заработать денег. Да, сейчас у меня на канале 21 тысяча подписчиков. Почти 22. Мне идет кое-какой заработок. Но зарабатывать что-то как-то я начал, наверное, только тысячах на пяти. Когда у меня было 5 тысяч подписчиков. У меня как-то там какой-то ролик стрельнул. Пошли просмотры. Началась подниматься монетизация. Вплоть до 400 долларов. На тот момент это было в прошлом году зимой. И, в общем, донаты потекли. Но опять же, это было... Ну, я начал зарабатывать. Но у меня все еще остался интерес именно игровой. То есть у меня канал становится как твоим детищем. И у меня появилась цель не зарабатывать, а именно развивать его. Чтобы больше людей подписывалось. Больше просмотров наворачивалось. А исходя из логики, из этого уже идет и заработок. Но заработок не должен быть целью номер один. Ну, потому что попросту ничего не получится. Если у вас уже развитый канал, на котором там 100 тысяч, 200, 300 тысяч подписчиков. У вас постоянно стабильные просмотры. Здесь я согласен уже полностью акцент на заработок. Направить свой вес и уже там отталкивать столько от заработка. Делать какой-то контент и так далее. Но когда у вас, в принципе, канал держится на донатах. А если взять мелкие каналы, в основном люди взрослые, да, у которых мелкие каналы. Их каналы наплавут только за счет донатов. То есть если вы поддерживаете зрителей, поддерживает аудиторию, точнее аудиторию, а канал аудитория поддерживает. То человек этот живет, он делает контент, у него есть мотивация. Так как, например, люди взрослые, у которых есть работа, да. То есть это я вам приводил пример про людей, которые уже устаканились. А есть люди, которые там 23 года, да, чувак, который нашелся девушку, снимает карту. Ему категорически не хватает просто денег И он начинает уже, допустим, искать вторую работу До этого этот чувак делал все с интересом Ему все нравилось Но тут у него экономическая сложность жизни случилась И вот ему приходится искать вторую работу И на канал времени нет Опять же, много у меня таких примеров И опять же в следующем ролике, я думаю, это обсудим Но суть вся данного ролика, ребят И все, что я перечислил Обозначить, почему все-таки люди заводят каналы Именно люди, которые чего-то там добились До 10 тысяч подписчиков дошли До 20, до 30 и так далее Наверное, это пизделье Это пизделье, это того, что человеку нечем заняться в свободное время И как по мне, это самый правильный вариант Ну, у меня лично произошло так Я не говорю, что у многих произошло так Но знаю людей, которые начинали это делать Мне лично писали, ребята, блин, бляр, привет Ты сколько зарабатываешь, я хочу начать зарабатывать Мне надоело там работать Я хочу ютуб, 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 ютуб Я примерно что-то начинаю объяснять Но не так, как сейчас на видосе Я хочу сматеривать этого человека интересом Потому что я понимаю, что сейчас Если я ему скажу, блин, чувак, ты ничего не заработаешь Типа, иди нафиг Ты там будешь 5 лет сидеть Да, я начинаю объяснять, допустим, человеку вот так и так И главное заинтересовать в этом плане Потому что я всегда только за Я, если надо, помогаю людям У меня есть друг, который тоже занимается У него пускай сейчас не все очень круто Но он вроде бы нашел свою изюминку И его проблема была в том, что он начинал заниматься ютубом Вот как раз-таки у него было яростное желание заработать И поэтому он канал забрасывал, наверное, раза два точно Типа, блин, у меня ничего не получается, блин, это блин то Я его смотивировал, я его настроил Он уже два года на ютубе И о заработке особо не думает Исходя из этого, у него начала расти аудитория И даже начался небольшой прибавок денежный То есть это то, о чем я и говорю Дорогие друзья, то есть Если вам нечего заняться Вы сейчас сидите у своих компов Смотрите меня Блин, попробуйте Может быть это ваше Может быть вам понравится Если вам это не нужно Если вы так имеете, допустим Хорошую жизнь, активную То вам это и не надо Потому что придете на ютуб с целью заработать Не получится Если у вас есть команда Если у вас есть проект Если у вас есть план То у вас получится, безусловно И есть какие-то денежные средства Чтобы вложить в начальный пиар Да Но если вот вы просто одиночка И вам нечем заняться Вы хотите прийти, блин, на ютуб А, я сейчас сяду постримить что-нибудь Просто нужно желание Не нужно желание зарабатывать денег Нужно желание просто этим заниматься Такой, друзья Вроде и небольшой ролик получился Хотя я не знаю Сколько сейчас по времени я его веду Ну, в принципе, нормально 11 минут На фоне пляжек Такой расслабончик Да, я сейчас только что снял топ реплей И мне захотелось Вот так просто общительный ролик Ребят Пишите в комментариях Ваше мнение по этому поводу То, что я сейчас рассуждал Возможно, я что-то не упомянул Возможно, я в чем-то не прав Опять же, спасибо вам за вашу поддержку Именно материальную Как вы видите Уже и микрофон Который, кстати, стоит тоже недешево В районе десятки В общем, я Приобрел за именно поддержку канала За вашу Много всего Нужных вещей Также, ребят Ну, ставьте лайк Подписывайтесь на канал Если вам нравятся Вообще игры, гейминг Я сейчас активно играю в генералы В War of Warships Пробую еще какие-то игры проекта Ну и если вам Зашел именно вот Такой вот Как сейчас Такая тема Разговорная То тоже Подписывайтесь Обязательно Или вот Оставляйте лайкусик Обязательно И я Если Есть и такие ролики Будут набирать Я реально куплю Блин, нормальную камеру Растрачиваю нормальную камеру И буду уже записывать Так что Опять же Подписывайтесь В группу Вконтакте В дискорд Канал Я с вами Прощаюсь Спасибо вам Всем большое За поддержку